Дорогие ценители кыргызского кино, здравствуйте! Сегодня я расскажу о фильме Эрнеста Абдежапарова «Сельское управо», который был снят в 2004 году кинематографистами Кыргызстана и Германии студиями Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Таламуша Акеева и двумя немецкими компаниями «Айконфильм» и «Фитфилм Продакшн». В 2005 году фильм демонстрировался на Берлинском кинофестивале в программе «Панорама». 6 сентября 2001 года парламентом Кыргызстана был принят закон о государственной поддержке кинематографии. Президент Оскар Акаев подписал его. Это было поистине историческое событие, потому что, наконец, на 2010 году независимости государство обязалось всемирно поддерживать национальный кинематограф. Закон о кино был принят после большой работы, проведенной секретариатом Союза кинематографистов Кыргызстана в составе известных режиссеров и арт-менеджеров, а также при дельном участии руководства Госкиновидеопроката КР головной структуры, подчиняющейся в то время правительству Кыргызстана. Неоценимую роль оказал депутат-режиссер Даурамбек Садырбаев и другие парламентарии. В итоге кино вошло в реестр важнейших отраслей Кыргызстана. 17 ноября 2001 года торжественно было отмечено 60-летие кыргызского кино. Летом 2003 года начались съемки фильма «Сельское управа». И в 2004 году уже не было никаких совманений. Трагикомедия «Сельское управа» привлечет кыргызских зрителей в кинотеатры. Она посвящена современности и затрагивает проблемы, близкие и понятные большинству населения страны. В фильмы «Сельского права» участвуют народные любимцы, кодулдары, эстрадные комики, а также популярнейшие театральные актеры. Кумендор Абылов, главная роль Кабылбека или Аилу Кмету, как называют его сельчане. Мукамбет Токтабаев, Нуворишка Рыбай, Джамбыл Камчиев, оппозиционер-коммунист, Болот Телебалдеев, Социалбек и Агавист, Тургумбек Бердалиев, Муж-целительницы и многие другие. Эрнест Абдежапаров поставил перед собой две конкретные задачи – снять простой, доступный восприятию массового зрителя фильм и раскрутить себя. Нужно было так сильно мечтать о своей первой полновесной картине, чтобы несколько лет своей жизни посвятить другим режиссерам. Эрнест работал на двух картинах «Октана Арымкубата». В «Селькинчеке» он был соавтором сценария и вторым режиссером, и в фильме «Май мыл» работал редактором. В качестве администратора он провел много часов с немецкими коллегами – Хансом Эриком Фитом, Хербертом Шверингом и Франком Мюллером, снимавших документальные фильмы на территории Кыргызстана. Фит и Шверинг поверили в Эрнеста и стали его сопродюсерами. Идея снять фильм о жизни народа и для народа у Абдежапарова возникла не случайно. Он часто вспоминает Ленина о том, что человек, живя в обществе, не может быть свободным от общества. Эрнест постоянно думает о судьбе простого человека, на долю которого после развала Советского Союза выпало немало потрясений. Если горожане еще как-то находят себя в современной ситуации, то сельчане все еще не могут выйти из оцепенения. Они либо слоняются по пыльным дорогам, либо сидят на заваленке, либо, дешево продав что-то из домашней утвари, на вырученные гроши спешат скорее выпить горькую. И лишь тогда, окинув взором потрясающей красоты родную землю, начинают размышлять о вечном. Мол, что нужно сделать, чтобы быть достойным этого естественного великолепия? Низа не хотят жить по-старому, верхи не могут улучшить их жизнь. Сельский голова Кавалбек каждый день идет на работу, как на праздник. А почему бы и нет? Он находится при должности, в то время, как многие вынуждены прозябать без работы. Пенсионеры месяцами не получают пенсии, крестьяне годами не вспахивают землю, но Кавалбек, кажется, не замечает трудности переходного периода. Только после визита тракториста Боке, который сумел втолковать фронтоватому председателю Айолу Окмету, что начальник не должен просто так сидеть и выслушивать просьбы и предложения сельчан. Надо быть активным и вести за собой народ. Пассивного Кавалбека словно проняло после разговора с Боке. Он начал пытаться влиять на ситуацию. Межой двух состояний Айолу Окмету становится песня «Саратан». Ее поют несколько влюбленных пар теплым летним вечером. Она привносит дыхание полнокровной жизни. Мы чувствуем, что наступает время перемен в сельской управе. Мимо проходит Кавалбек. Кавалбека словно проняло Он только что заключил кабалину сделку самым богатым человеком в районе о заправке соляркой тракторов. Уже два года земля отдыхала. Кавалбек пекся только о своей репутации пофигиста. Я так не брал. В сомнительных переговорах не участвовал. Но у простого труженика Боке сердце болело. Уже лето, а никто еще ничего не посеял. У людей солярки нету. Боке стал учить сельского голову, что и как нужно делать, чтобы техника наконец заработала. И теперь, после удачного соглашения с новым кургызом Кавалбек шел довольный собой. И ему приятно было видеть, что и мир вокруг не такой уж серый и скучный, каким казался еще несколько часов назад. Вторая песня Джоул звучит в финале картины и выражает гордость за прошлое величие жителей земли Манаса, а также боль за их нынешнее несовершенство. Две красивые песни Саратан и Джоул, как глоток живительного заряда в нежизненном пространстве сельской управы и больше никакого музыкального сопровождения. У жителей сельской управы даже и мысли не возникает покинуть родное село. Они настолько люди своей земли, пусть и малоинициативные, простые, наивные. Да, их нужно еще вести за собой, направлять, но они мечтают о лучших временах в родном селе. Однажды я спросила Эрнеста Баджапарова, как рождался ваш фильм. Режиссер ответил, что каждый человек, наверное, является индикатором своей страны, постоянно испытывая на себе определенное социальное давление. И каждый гражданин, соответственно, своему мироощущению реагирует на это давление. Абдежапаров всегда соизмерял свою жизнь с судьбой своей страны. Сценарий рождался на протяжении 10 лет, с начала 1992 года по 2002 год. Абдежапаров следил за событиями, всегда думал о будущем, ни на минуту не сомневаясь, что оно будет прекрасным. А когда у него появилось ощущение, что Кыргызстан все-таки выкарабкался из ситуации безысходности, пережив общественную драму со своим началом кульминации и финалом, то тогда появилась необходимость написать сценарий. Практически он написал его за 10 дней, почти без помарок. Все пережитое автором вместе со своей страной вдруг начало выливаться в яркие образы. Драматургию приходилось сткать из нюансов взаимодействия представителей разных социальных слоев, а также вечной взаимосвязи народа и власти. И все эти переплетения выстраивались в определенное мозаичное панно. Та самая заваленка, на которой день в день ской сидят алкаши, воплощает образ мертвого царства. Здесь, скажем, вымирающего аула. И фильм заканчивается планом заваленки, на которой сидит один из мужиков-неудачников. К нему подходит дочка и садится рядом. Отец – неопределенное настоящее, и дочь – беспокойное будущее. Просто сидят и чего-то ждут. Это же та самая девочка, которая все время посла своего пьющего отца. Это замечательная девочка, которой не безразлична судьба отца. К счастью, новое поколение более чутко. И на 100% реальный финал. После долгожданного праздника первой борозды вновь затищи, застой. Эрнест Абдежапаров сказал, что говорит о жизни и смерти в вечном круговороте. Когда умирает кто-то, жизнь, тем не менее, не останавливается. Например, когда прежний аморфный айолок мету умирает, то, воскресая в новом качестве, он стремится занять более активную позицию. Я спросила режиссера про женщину-лекаря. Кто она? Он ответил, что женщина-лекарь олицетворяет менталитет нашего народа. Если ты обладаешь неким даром, то это должно приносить функциональную пользу. Коль дан тебе дар свыше лечить людей, ты должен их лечить. Целительнице некогда разглагольствовать на тему, есть бог или нет, как это делают, например, яговист-коммунист Мула. В фильме 2 или, может быть, 3-4 айолок мету. Кавалбек – полномочный глава сельской управы. Участковый Саламат зачастую по своему личному усмотрению он вершит суд над людьми. Тоже мнит себя башкармой, то есть начальником. Не говоря уже о бомбициях мулы и эговиста, и коммуниста-оппозиционера, но фигура, являющаяся реальной альтернативой Кавалбека, без сомнения, это целительница. Кавалбек ничем не может помочь людям, сидящим у него в приемной часами. Женщина-лекарь, наоборот, помогает каждому страждущину. При всем сама она очень чувствительна к недостаткам других. Например, когда ее муж выпивает с дружками, сидя где-то вне дома, ей становится плохо, и она теряет сознание. Сельское управо несет здоровый заряд, хотя и не без ощущения зыбкости почвы, которую в финале начинают спахивать кыргызские земледельцы. Единицы из переспевающих на долгожданной пахоте сельчан знают цену первой борозды. Ради заправки соляркой тракторов Аюлок Мюту вынужден подписать кабальную сделку с местным нуборищем Карыбаем, который в избитке имеет ГСМ. В случае неурожая все лучшие пастбища на 49 лет уйдут в пользование нового кыргыза. Если власть не может решить проблему прямым путем, она вынуждена заключать сделки ради зыбкого будущего, и это единственная лазейка для нее. Мобильные, пытливые, любознательные кыргызы никогда не уйдут в скорлупу, хотя интересно, что никто из села в фильме никуда не уезжает и не собирается уезжать. Туда приезжают извне. Это, например, яговист. Туда же приходит Мула, побывавший в Мекке. В тот момент, когда нужно прочитать поминальную молитву по повесившемуся вору Ташмата. Айлук Мюту уже подписал кабальный договор с Карыбаем. Ему теперь фактически не представляет труда уговорить Мулу оттянуть время соблюдать каноны шариата, хотя ревностный служитель ислама сопротивляется. Я всего лишь раб Божий и делаю всего лишь то, что приписывает Аллах. А Аллах не разрешает читать заупокойную по самоубийце. Видите ли, в фильме все настолько переплетено и запутано, насколько запутана наша сложная жизнь. Я вижу единственный выход – консолидироваться и забыть все прошлые обиды. Вот ради чего делалась картина, сказал Эрнест Абдежапаров. В какой-то миг он вдруг осознал, что многие восприняли его фильм как чистую комедию. «Сельское право – это не комедия», – говорит Эрнест. Комические, на первый взгляд, ситуации в ленте родом из действительности, в которой не всегда хочется смеяться. Когда он их предельно оголил и показал такими, какие они есть, то получилась, казалось бы, легкая юморная картина. Вот вспомните, к примеру, когда Айлок Мюту прячется от собаки за старухой. Это дается не ради смеха. Здесь раскрывается образ главы этого селения, который оказывается элементарным трусом. Когда он спиной падает на сетку и не может самостоятельно подняться, это говорит о том, что он беспомощен. Когда он дает указание участковому взять под стражу оппозиционера-коммунист, это говорит нам, что в определенном смысле он и тиран тоже. Находясь на вершине властной пирамиды небольшого селения, Каблбек не приемлет критике свой адрес. И все якобы смешные моменты, они не смешные, они играют на раскрытие сути нашего общества, создавая его модель. Абдежапаров не понимает, когда говорят, что это комедия. Это не комедия. Я ему сказала, что сельское право – это трагикомедия, это едкая сатира. Эрнест в ответ. Очень серьезные вещи, преподнесенные иронически, и то, что люди смеются, мне очень нравится, потому что это редкая удача, когда ты можешь, смеясь, говорить о социальных проблемах. И в завершении беседы Эрнест Абдежапаров сказал, самое интересное, никто еще этого не заметил пока, что Аил Экмету похож на Чаплина и Гитлера одновременно. «Комик и тиран в одном лице» – это же чистая пародия на власть. Но я от себя добавлю, что, скорее всего, он похож на образ, созданный Чарли Чаплином в фильме «Диктатор». Джамбыл Камчиев, исполнитель роли коммуниста, уже давно эксплуатирует свою внешнюю схожие с Лениным на Кыргызской эстраде. Социал-бег из секты свидетелей Иеговы похож на Иисуса. Усата Саламат – милиционер фуражки на Сталина. Если рассматривать картину в контексте кодов, понятных всем, то можно выйти на модель всего человечества, его истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok